Мур, привет друг, это Зверько. Я хочу исправить свою ошибку. Ранее я неправильно перевел, или это была ошибка переводчика с китайского на английский в обновлении. Изменение сумеречной брони. За что дико извиняюсь и исправляюсь. Итак, ныне сумеречная броня уменьшает критический урон на 20%. Критический урон состоит из двух половин. Это базовая атака, в нашем случае это будет автоатака плюс 100% сверху критом. Ли Сун Син закупает только два багровых призрака, а Уранус только в сумеречной броне для чистоты эксперимента. До покупки брони Ли Сун Син наносит 440 урона критом до срабатывания у Урануса перка танка. Покупаем броню и теперь Ли Сун Син наносит 391 урона. Из чего этот урон состоит? 220 базовой атаки и 220 за вычетом 20%. Это 176. Итого должен наносить 396 урона. 5 единиц урона уменьшилось, потому что Уранус стал 12 уровня. То есть все работает точно. Давай купим еще броню. Теперь 357 урона приходится по Уранусу. Значит эффекты складываются. Проверим врожденный крит. Наталья бьет в лицо 178, а в спину 204 с критом. Покупаем броню. По-прежнему 204 урона. А значит броня работает на криты от предметов и наверное от эмблем. Итак, если у противника 1000 урона, то если он пошел в криты, мы будем срезать с каждого крита по 200 урона. Всяко лучше бесполезной регенерации, которая была ранее. Однако против критовиков я бы ее стал собирать, если у противника больше одного критовика. Кроме того, не забывай, что имеем за брони 1200 здоровья, 400 маны и срезание одного гигантского урона до 900 ровно. Ранее эту броню я брал на бойца или дамагера, только если мне нужно пережить удар ваншотера. Теперь применение брони чуть расширили. Напиши в комментариях, на кого бы ты и в каких случаях покупал эту броню. На этом все. Спасибо за просмотр, я про гайды помню и они скоро будут. Удачи друг!